Учебно-производственное унитарное предприятие «Швец» белорусское общество инвалидов основало в 1990 году. Сегодня здесь работают около 130 человек. Чуть больше половины имеют группу инвалидности. Основная продукция – спецодежда и постельное белье. Кроме того, рукавицы и мочалки, производство которых в определенной степени – вынужденная мера. Она позволяет предоставить работу людям с серьезными физическими ограничениями. Сегодня на участке надомного труда почти 40 человек. Как процесс происходит, крой непосредственно изготавливается у нас здесь на предприятии. Затем непосредственно на домашний адрес развозится этот крой, где находятся швейные машинки, которые выданы предприятиям нашим. И работники уже непосредственно осуществляются отшив этих изделий. К сожалению, ограничен сбыт этой продукции. Особенно от мочалки у нас доходят остатки на склады готовой продукции до 26 тысяч. Нести необходимы определенные материальные затраты. Это как нить приобретаем по предоплате. Соответственно, оборотные средства расходуем свои. Ну, а потом данная продукция оказывается на складе. Потому как, ну, не совсем, скажем так, востребовано. Ну, стараемся находить все-таки покупателей по мере возможности. Нельзя сказать, что в белорусском обществе инвалидов сегодня не ищут возможности для дополнительного трудоустройства у людей с ограниченными возможностями. Однако сделать это не так просто. Среди реальных вариантов – работа на дому на компьютере. Однако в этом случае человек все-таки должен иметь соответствующую профессиональную подготовку. Работа инвалидов занимается в сфере строительства, в сфере переремонтка электродвигателей, ну и переработка пластмассы. Самый последний участок, который там у нас идет, переработка пластмассы, он, в принципе, дохода приносит небольшой. Но, к сожалению, самое главное, самое главное, то, что здесь практически работают все инвалиды, около 20 человек. Наличие необходимых профессиональных навыков – одна из основных проблем, которая сегодня сдерживает трудоустройство у людей с ограниченными возможностями. В этом году переобучение на новые специальности в Гомельской области прошли 15 человек, имеющие группу инвалидности. Плюс медицинские требования, которым необходимо соответствовать в любом случае. Трудоустроить его в цех, на предприятии, если у него, ну, скажем так, нельзя там подымать, нельзя там находиться в каких-то там стесненных условиях, нельзя, например, если у него еще аллергические какие-то, то нельзя работать в определенных, да, цехах, организациях. Вот, тут есть проблемы. Если человек ИТР, вроде бы это не распространяется. Но, с другой стороны, есть люди, которым нужно, наоборот, движение, то есть он не может целый день, да, сидеть, потому что ему нужно встать, ходить и так далее. Поэтому все зависит очень индивидуально от, скажем так, от тех ограничений, которых есть у инвалида. Поэтому решаются и те, и те вопросы, но вместе с тем есть и проблемы. Наиболее активные используемые пути трудоустройства инвалидов, бронирование для них рабочих мест и трудовая адаптация. На предприятии ШВЕС по этой программе было принято около 30 си человек. Ирина Челпанова в их числе. Она здесь не только получила профессиональные навыки, но и осталась уже в качестве постоянного работника. В связи с болезнью получила группу инвалидности, как бы обратилась в центр занятости. Там уже непосредственно помогли. Сюда отправили на трудовую адаптацию. Вот год как бы на трудовую адаптацию я побыла здесь, на предприятии. И в дальнейшем предприятие предложили работу мастерам надобного участка. Что мешает человеку с инвалидностью найти работу? Страх предложить свои услуги. Отсутствие навыков и практики. Трудности в обучении. Слишком высокая или низкая самооценка. Отсутствие безбарьерной среды. Работодателя беспокоит другое. Необходимость создания особых условий для работника. Специфика общения, боязнь длительных больничных, того, что работа будет выполняться медленно. Преодолеть эти предубеждения – непростая задача для обеих сторон. К инвалидам, конечно, да, особый подход. Они очень любят доброту, они очень любят заботу, что они получают в нашем цифре. В 2015 году Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, взяв на себя обязательство создавать равные условия для людей с ограниченными возможностями. Сегодня в республике ведется планомерная работа по воплощению положений документов в жизнь. Человек должен иметь возможность работать. Из почти 570 тысяч инвалидов, которые проживают в стране, около 200 тысяч находятся в трудоспособном возрасте. Очень сложно на сегодняшний день прожить на одну пенсию. И есть инвалиды, которые стремятся работать. Они, как один выразился, я хочу более-менее достойно жить. В лице Александра Лукашенко поднят правильно этот вопрос, что инвалиды должны работать. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Новости недели.